Добрый день! Сегодня 6 июня 2016 год. Тут накопилось много вопросов, особенно от моих ватных друзей из России. Вот Казахстан прибавился, они все активнее и активнее становятся читателями моего блога. Это очень приятно. Привет вам, мои дорогие ватные друзья. Молодцы! Чего я хочу сказать? Тут задают вопросы, вот ватные друзья, почему не произошло следующее событие. Я перед 9 мая говорил о том, что если Путин не остановится, то будет страшный удар со стороны Обамы, появятся Рапторы F-22, истребители тяжелые по технологии стелс, которые сделаны. И они будут делать страшные вещи. Они будут делать селфи, летать над Владивостоком, над Севастополем, над Северборском, делать эти селфи, и из этого будет страшный позор. Ну вот прошло 9 мая, и ватные друзья пишут, а почему не произошло это страшное событие. И я вам скажу, почему оно не произошло. Все очень просто, потому что Путин пошел полностью на уступки Обамы. Обама ему сказал, Путин, выпусти Савченко, потому что, ну реально это всех достала эта ситуация. Женщина сидит, мучается, это ли красиво, поэтому ты должен быть мужчиной, джентльменом, выпускай. И Путин сказал, да, да, Барак, я выпущу, потому что, ну это действительно ли красиво. И Барак как джентльмен, он сказал, что хорошо, раз такое дело, то не будет никаких селфи вот этих позорящих военно-морские силы России и военно-воздушные силы России. И отменил этот страшный план. Вот, собственно говоря, почему все вот так произошло. Но это не означает, что стратегически американцы поменяли свои планы по завоеванию России. Ну, в общем, то, что на ЛСАКСы всегда хотят уничтожить Россию, Кремль разрушить, Путина сместить и все остальное. Ну, тактические уступки, они друг к другу идут. Так что, вот такая политинформация, дорогие ватные друзья. Поэтому бейте во все колокола, бейте. Помните, что не нужно быть, ну, не нужно бдительность терять. Потому что вот бдительность потеряли в 91-м году и развалилась такая большая стрела. СССР развалился. Вот сейчас у меня есть ощущение, что будет потеря бдительности. Вот в Казахстане эти события происходят. Что пиндосы эти нанесут подлый удар в подбрюще, ринутся орды исламистов, ринутся там вообще непонятно кто из Афгалистана, там эти все талибы. Ну, короче говоря, нечисть. Вот. И будет очень плохо всем. Поэтому будьте бдительны, бейте во все колокола, не расслабляйтесь.